Здравствуйте! В эфире юбилейный 400-й выпуск телевизионного эпохиального обозрения. Этот совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз» по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и Измаильского, вышел в эфир впервые 7 лет назад, 2 мая 2010 года. И вот сегодня мы продолжаем знакомить вас с особыми событиями в жизни Одесской епархии. Все православные одесситы во главе с Высокопреосвященнейшим Агафангелом, Митрополитом Одесским и Измаильским, 24 декабря молитвенно почтили память преподобного Купши Одесского. 25 декабря состоялись торжества по случаю престольного праздника храма в честь святителя Спиридона Тримефунского. 26 декабря прошло праздничное мероприятие для детей из семей беженцев с востока Украины и из многодетных одесских семей. В завершении праздника Митрополит Агафангел лично вручил каждому ребенку праздничный подарок. 24 декабря Православная Церковь чтит память молитвенника Земли Одесской, преподобного Купши. В этот светлый день Высокопреосвященнейший Агафангел, Митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную божественную литургию в соборе в честь иконы Божией Матери, живоносный источник Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, в сослужении преосвященнейших векарных архиереев, а также духовенства епархии. О подробностях празднования смотрите в нашем сюжете. Многими святыми и подвижниками благочестия славится богоспасаемая Одесская земля, вместе они поделгны дивному созвездию, которая блистает на церковном небе. Апостол Павел в своем первом послании Коринфянам писал, что звезда о звезды разниться в славе. Так и преподобный Кукша своей равноангельной жизнью возвышается над многими, а также сподобился именоваться отцом и наставником для многих, приходящих к нему с мольбой людей. Он любил Бога, он стремился к Богу, он горел любовью к Богу, и нельзя было скрыть этот свет. И вновь Господь его поставляет на Высокий Свечный Церковный, в Крещатинском монастыре, в Киево-Печерской и Почаевской лавре. И здесь, в стенах нашей святой обители, он продолжает сиять свою любовью. И этой любовью он согревает душу каждого, кто приходит к нему. И в этот знаменательный день все православные одесситы во главе с Высокопреосвященнейшим Агафангелом, митрополитом Одесским и Измаильским, молитвенно почтили память преподобного Кукши. Преподобный Кукша прославился различными духовными дарованиями. Этот человек, который благодаря своим подвигам, еще при своей земной жизни, был гражданином Небесного Царства. Он в жизни своей был великим молитвенником. Он всегда кружок был народом, который стремился к нему получить доброе слово, благоставление, наставление. Он совершал чудеса, он исцелял больных, он помогал недужным, он помогал матерям скорбящим, он был утешителем и образцом во всем. Этот день очень почитаем всеми православными одесситами, но с особым трепетом и благоговением встречают этот день студенты Одесской духовной семинарии. Каждый семинарист имеет твердую веру и упование, что их молитвы перед ракой с мощами преподобного отца будут услышаны. Каждый день семинаристы имеют такую добрую традицию прибегать к нему перед учебой и после учебы к молитве, чтобы он молил Господа о даровании нам чистого ума для принятия богодохновенных знаний. Перед любыми сложными экзаменами или зачетами семинаристы также не упускают возможности каждый день приходить к раке, к раке мощей преподобного Кукши за помощью. Он всегда помогает. Не было ни одного раза, когда преподобный отец наш Кукша не умолил Господа за наших семинаристов. К пустому колодцу за водой не ходят. Эта простая истина имеет яркое подтверждение в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре у раки с мощами преподобного Кукши. Не иссякает живой поток людей к многоцелебным и святым мощам преподобного, которые, по завету святого, источают благодатную помощь всем, кто с верой и надеждой прибегает к ним. Прекрасный храм в честь святителя Спиридона Тремифунского расположен в Киевском районе Одессы. Там 25 декабря состоялись торжества по случаю престольного праздника. Богослужение восклавил правящий архиерей Одесской епархии. После завершения богослужения был совершен праздничный молебен перед ковчегом с частицей мощей святителя Спиридона. Из храма в честь Спиридона Тремифунского наш следующий репортаж. Прекрасный по своему архитектурному стилю храм украшает киевский район нашего города. Здесь архипастеря встречает приход в честь святителя Спиридона. Святитель Кроткий Спиридон, услыши наш душевный сон, от бед нечаянных спаси, молитвы к Богу принеси. Святой Спиридон известен всему миру. К нему, как к Николаю Чудотворцу, молятся все народы. В своей жизни святитель показал нам пример послушания воли Божьей. В детстве он скромно пас овец, а в молодости вступил в брак и воспитывал детей. Но трагическое событие смерти его супруги повлияло на дальнейший выбор святого Спиридона. Он дал своим родным детям путевку в жизнь, после чего всецело предался служению церкви. Мы именуем святого Спиридона небесным человеком и земным ангелом. Но мы не можем определить тот момент в его жизни, когда же благодать Божия снизошла на него, так что он стал Божьим избранником. Сегодня торжествует душа и радуется сердце тому радостному событию, что наш храм посетил наш владыка, митрополит Дагафан. Посмотрите, сколько людей пришли сегодня в храм, чтобы получить благословение у владыки митрополита, а также, чтобы попросить молитву святителя Спиридона Трефунского Чудотворца. Ведь никому не секрет, а уже многое-многое им известно, что что бы ни попросило святителя Спиридона по его великой милости, Господь не спосылает. Когда мы молимся ему с усердием, то мы чувствуем, как сам этот святой прикасается к нашему сердцу. Так благодать Божия по молитвам этого Божия угодника меняет нечто в нашей личной жизни в лучшую сторону. И вот если мы говорим о молитве ко святому Спиридону, то помощь его поразительна, помощь его всеобъемлюща. И настолько быстрая и скорая, что человек, бывает, только успевает подумать, что нужно бы обратиться ко святому Спиридону и уже получает просимое. Сегодня просто душа поет, потому что наш храм уже, ну, будем говорить, не на стадии еще окончания, но уже есть алтарь, есть уже роспись, и наш храм уже живет. Сегодня на службе, когда я стояла, вот я чувствовала, что Христос Спиридон просто ходил по этому храму и очень радовался. Поэтому я люблю этот храм, я люблю святого, я люблю Господа, поэтому для меня это большое событие. И пусть его благословение пребывается в себе. Он покровитель, между сочетаются народи, то есть трудовых, тех трудовых людей, которые трудятся по совести, которые хотят умножить. Это труд для того, чтобы жить на земле праведно, а затем они вносят в весомый уклад строительства храмов обители и здесь южный рынок. Я думаю, сегодня пришли сюда многие, те, кто трудятся здесь, для того, чтобы поблагодарить святителя на прошедший год всем, кому он помогал, и попросить у него на будущее время помощи, предстоятельства. И вот смотришь, наблюдая за этот последний период, за последние десятилетия, храм, кто пришел, был выраст со слезами, просит у святителя Спиридона помощи. Через смотришь, через определенное время приходит, ставит свечку и благодарит этого великого чудотворца-святителя Спиридона Тримефунского. Сегодня, в радостный праздничный день, мы благодарим нашему владыке, нашему владыку митрополиту Аквангелу многое и благое лето, и спалайте, и деспот. Также, пользуясь сегодня случаем, мы, можно сказать, благодарение старого года, ушедшего 2017 года. Всех с наступающим новолетием, Новым годом, Рождеством Крестом. С праздником, ангелов всем хранителям. В Свято-Троицком соборе Одессы пребывает уникальная святыня, икона Божией Матери, именуемая Нечаянная Радость. В день ее памяти, 22 декабря, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский совершил в Троицком соборе божественную литургию. Ему сослужили Преосвященнейший Деодор, епископ Южненский, настоятель собора протереи Виктор Петлюченко, клирики храма и городское духовенство. В Свято-Троицком соборе пребывает уникальная чудотворная святыня нашего города, икона Божией Матери, именуемая Нечаянная Радость. Взирая на святой образ, мы замечаем внизу, около Богородицы, коленопреклоненно молящегося юношу. Пречисто исцеляет его от плотской страсти и подает ему свою Нечаянную Радость. Он много лет просил о помощи и получил ее нежданно. Да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда на ней пресно и вовеки и вовеки будет. Сегодня мы празднуем радость, которая нечаянная, которая бесконечная радость, та, которая постоянно человека поднимает к небу. И это небо, оно светится, потому что эту радость нам присылает сам Господь Бог. Бог есть полнота радости, и к этой радости Он призывает всех нас. И эту радость сегодня мы ее торжествуем, празднуем. Сегодня большинство людей, видите, в храме пришли, чтобы прославить Господа и прославить Пречисто. И мы счастливы, что и мы имеем возможность каждый месяц проставлять чудных иконы в различных. Обители, храмы, они все становятся частицей от флотской горы. Мы сегодня пришли порадоваться нашему Богу, порадоваться Божьей Матерью, прославить Его единого, сущего, истинного Бога и сказать «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» Божья Матерь, мы обращаемся к ней, потому что она наша заступница перед Господом Богом, перед Сыном Своим. Мы к ней обращаемся, и она помогает нам и дает нам ту радость, которую мы не чаем. То счастье и то благословение Господнее, которое нам всем нужно именно по ее молитвам. Празднуя великую и святую, чистую и тихую радость, мы тем самым проповедуем ее миру. Одесская епархия неустанно продолжает свое социальное служение. 22 декабря делегация епархии во главе с председателем епархиального отдела по благотворительности и социальному служению протеереем Павлом Полищуком поздравила ветеранов Одессы с наступающими рождественскими праздниками. На встречи с ветеранами побывала и наша съемочная группа. Каждый из нас знает, что без прошлого нет и будущего. Каждый уважающий себя человек считает своим долгом, помнит и чтит историю своего Отечества. А вспоминая те прошедшие исторические события, мы никак не можем забыть тех, кто является совершителем истории, ее носителей. Господь наш Иисус Христос заповедал нам любить и почитать наших ближних, подчеркнув, что это одна из главнейших заповедей всей нашей жизни. Слова Христа спешит исполнить каждый, а в частности и вся Одесская епархия, в лице делегации во главе с протеереем Павлом Полищуком, которая с радостью поздравила ветеранов Одессы с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. По просьбе Совета ветеранов сегодня делегация Одесской епархии, социальный отдел, прибыли сюда в Дом офицеров для того, чтобы от имени митрополита Агафангела поздравить участников боевых действий с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. От лица Одесской епархии и его высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, всем присутствующим ветеранам были вручены и сладкие подарки, и фрукты. Мы так благодарны за праздник, который для нас делала и наше руководство, и наша церковь. Просто такое удовольствие, честное слово. Настроение совершенно замечательное. И мы желаем всем здоровья, радости в следующем году и мира в стране. Также, продадя конами Одесской епархии, были исполнены песни военных лет. Все ветераны дружно пели, все окунулись своими мыслями в былые времена. Выходила маменька с душа на высоты, бель на трубой. И я, конечно, очень благодарен приезду представителей Одесской епархии поздравить нас с этим светом, радостным праздником Рождественного Христова. Ветераны – это живые носители истории. Эти люди преодолели множество тяжелых испытаний на своем жизненном пути. Они являются примером мужества, стойкости и любви к нашему государству. Праздничное мероприятие для детей из семей беженцев с востока Украины и из многодетных одесских семей прошло в Одесской епархии 26 декабря. Театрализованное представление и угощение ждали ребят. В завершении праздника митрополит Агафангел лично вручил каждому из детей праздничный подарок. О празднике и детской радости наш следующий сюжет. В сегодняшние непростые дни любовь и забота, как никогда, важны и ценны. Особого же подхода и внимания требуют дети, наше с вами будущее. И чтобы подарить радость детворе и семей беженцев с востока Украины и многодетных одесских семей, по благословению высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в ресторанном комплексе «Свеча» был организован и проведен детский праздник. Сегодня по благословению владыки митрополита мы вновь встречаемся в ресторанном комплексе «Свеча», куда приглашены дети из многодетных семей города Одессы, дети из семей вынужденных переселенцев, для того, чтобы в преддверии Рождества Христова, Нового года и в связи с праздником святителя Николая порадовать этих детей и сладким столом, и развлекательной программой, ну и, наверное, немаловажно для детей это сладкими подарками, игрушками и канцелярскими товарами. На протяжении всего праздника лица детей сияли неземной радостью. Перед окончанием мероприятия дети вместе с владыкой сделали фото на память. Стоит отметить, что проведение в ресторанном комплексе «Свеча» детских утренников, посвященных празднованию Дня Святого Николая, стало уже доброй традицией. В этом году двери «Свечи» гостеприимно распахнулись для детворы уже в четвертый раз. Дети – это будущее, это радость, это вся счастье, это всегда надежда на то, что они смирят новые поколения и будут продолжать достойно свою жизнь, рады, утешая родителей и тех, кто оказывает им внимание, воспитание и любовь. Владыка митрополита Хафангел подчеркнул значимость подобных праздников. Его высокопреосвященство отметил, что дети – это наша ценность и богатство. В завершении праздника митрополит Хафангел лично вручил каждому из 130 детей праздничный подарок, состоящий из вкусных сладостей и канцелярских наборов для обучения. Взирая на радостные детские лица, каждый невольно начинает верить в добро и в то, что наступающий год действительно станет водом мира и счастья. Уходящий 2017 год, кроме радостных событий, был отмечен и памятью о прискорбных датах. Так, день 17 декабря был отмечен молитвенной памятью о авиакатастрофе 20-летней давности, когда в окрестностях Солоник погибло множество украинцев и греков. В греческом Свято-Троицком соборе, основанном братским народом в Одессе еще в конце XIX века, была совершена традиционная панихида о всех трагически погибших. Катастрофа самолета Як-42 под Солониками, унесшая жизни 70 человек, в том числе пятерых детей, произошла в далеком 1997 году. Рейс Киев-Одесса-Солоники выполнялся изначально Боингом 737, но уже на промежуточной посадке в Одессе была обнаружена неисправность двигателя, что исключало его дальнейший полет. Взятый на замену в аренду Як-42, имевший до этого более 6000 успешных посадок, должен был завершить переостановленный рейс. Самолет подходил к Солоникам уже ночью, к тому же небо было густо затянуто облаками. Экипаж сильно уклонился от схемы захода, даже не заметив этого, и прошел над аэропортом на большой высоте, о чем их предупредил диспетчер. В связи с этим экипажу было дано указание уходить на второй круг, для чего выполнить правый разворот с набором высоты и на высоте 1800 метров выйти на радиомаяк аэропорта. Экипаж подтвердил получение информации, но не выполнил указания, так как после первого неудачного захода на посадку был еще в замешательстве. В результате пилоты потеряли пространственную ориентацию, но не доложили об этом диспетчеру. В самом аэропорту отсутствовал радиолокатор, поэтому диспетчер не знал истинного положения авиалайнера и что тот направляется на юг и запад к горам. Вскоре в кабине раздался сигнал опасного сближения с землей. Но экипаж не стал набирать высоту. В 19.30 Як-42 врезался склон горы на километровой высоте в 70 километрах юго-западнее аэропорта Солоник. Поисковая группа была сформирована сразу после исчезновения самолета, однако поискам серьезно мешала погода. Также в процессе поисков разбился и самолет греческих ВВС, в результате чего погиб экипаж из пяти человек. И лишь 20 декабря были обнаружены многострадальные обломки самолета. 20 лет спустя в Свято-Троицком соборе была совершена панихида о погибших в авиакатастрофе, на которой присутствовало множество украинцев и греков, которые лично помнят погибших и хранят о них сугубую молитвенную память в своем сердце. Среди 70 погибших 23 человека являлись сотрудниками греческой строительной компании «Механики», начавшей тогда облагораживать греческую площадь в самом центре Одессы. Среди ныне живущих одесситов вряд ли кто-нибудь помнит о трагедии более, чем генеральный подрядчик этой строительной компании 1997 года – Пантелейман Васильевич Бумбарас. В 96-м году, я в 97-м, несколько греков, мы пришли с этой фирмы «Механики», с настроением, что будем строить, будем строить новую жизнь здесь. Нам, сами с начала, нравится, потому что, здесь, на рот любит Гречия, и для нас, сами, важно, что здесь православны. Но, на 19-м году, в 97-м году, это было аэрокатастрофа. Там, сэндрюс, яд один человек, умер, вместе у них 23 нас коллеги из «Механики». Ну, не «Механики», я делда фирма, 4 МАИКу рабочая и все остальное «Механики». После Нового года я вернулась в Украину сам. Хозяин «Механики», я говорю, «Пантелейман, что ты там сам баньёшь?» Я говорю, «Я буду взять их кровь обратно». Где-то они видят, что здесь, знаете, это люди надо радоваться, потому что они пришли здесь, чтобы строить грецкие площади, что держим грецкий флаг, еще больше дружба грецкая, Украина, и так далее, и так далее. Что могу сказать? Залка, такие много людей, молодые, большинство. Ну, это жизнь. Жизнь бывает и хорошо, бывает и сильно плохо. Слова о жалости и соболезновании – это не дежурные фразы. Чувствуется, что они исходят из глубины сердца. Сотрудники «Механики» прекрасно знали друг друга по имени. Они были не только братьями по строительным трудам, но и братьями во Христе. Вместе с ними Пантелеймон Васильевич регулярно молился за божественные литургией в Свято-Троицком соборе, в стенах которого греческая диаспора и до наших дней ощущает себя как дома, чувствуя в себе особое духовное попечение со стороны священно-началия и местного духовенства. Это внимание ощущают на себе не только на нездравствующих греки, но и отошедшие вечные обители, так как за каждой воскресной литургией в алтаре поименно поминаются на проскомедии имена всех невинно пострадавших в трагедии в результате ошибочных и несогласованных действий летного экипажа и диспетчеров аэропорта. МАРКОС ЛАМБРИНОПУЛОС МАРКОС ЛАМБРИНОПУЛОС Пять-семь человек мы вместе ходили в церковь в Троицком. Точно, сто процентов, мы говорим, для семь-восемь человек, которые мы вместе ходили не один раз в Троицком. Хожу в все церкви, но там, конечно, мне больше чувствую, близко. Сейчас я, как привитский кастливый воскресенье, хожу в три церкви. В Багдалини, рядом, где я строю, Святой Пандельмон, здесь, потому что мое имя, и Троицка, как грецкая церковь. Хожу, поставлю светский, вот так. Не все люди способны изучить в совершенстве иностранный язык, в том числе и греческий, но очевидно, что язык жестов, душевная простота, а также выражение и чистота глаз превыше всякой национальной принадлежности. Буду говорить по-грецки, что, как по-русски, не говорите «Царь на небес», мы говорим «Теос хорестус». Бог надо простить их ошибка, например. Когда серьезно, не тяжело, я закрываю глаза и помню этот момент, в котором мы жили все вместе, и мне внутри начинает такой сил, который серьезно, я ничего не боюсь, кроме Бога. Вы понимаете, мы живем под Богом. Людям надо верить. Спасибо вам, что помните всегда эти люди, которые пришли с таким настроением, желанием для будущего и жизни. Бывает иногда не как мы считаем. Спасибо. Каждый раз, подводя мысленную черту под некоторым отрезком времени, мы стараемся осмыслить все происшедшее. Протерей Александр Шмеман говорил, что, наверное, потому и возник обычай под Новый год, как начинают бить часы в полночь, шуметь, кричать, наполнять мир грохотом и шумом. Это от страха. Услышать в тишине и одиночестве бой часов. Этот неумолимый голос судьбы. Один удар, второй, третий, и так необратимо, ровно, страшно до конца. И ничего не переменить, ничего не остановить. Святой пророк Исаия и сам Господь Иисус в Назарете называют год Господним и благоприятным. Вряд ли найдется такой человек, который не хотел бы, чтобы каждое новое лето его жизни было и Господним, и благоприятным. О, если бы люди в своей суетливой жажде мгновенного счастья нашли в себе силу остановиться, задуматься, вглядеться в глубину жизни. Если бы услышали они, какие слова, какой голос вечно обращены к ним. Ведь вот тут рядом стоит кто-то. Се стою у двери и стучу. И если бы не боялись мы взглянуть на него, мы увидели бы такой свет, такую радость, такую полноту, что, наверное, поняли бы, что значит это неуловимое таинственное слово счастье. На этом сегодняшний выпуск программы Тео подошел к концу. Мы признательны благотворительной организацией фонд Бумбороса за поддержку нашего проекта. Следующая программа Тео выйдет в эфир через неделю, в начале нового 2018 года. Поздравляем вас с новолетием и желаем помощи Божией. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok